Добрый вечер! В эфире выпуск новостей. Студия Султаниеси Такаева сегодня в программе. ЖКХ обеспечения водой, образования и здравоохранения. Такие проблемы озвучили жители Роздольненского района на выездном совещании. Доходы бюджета в этом году за первое полугодие выросли вдвое. Соседи Центра развития особенного ребенка просят освободить помещение до августа, что именно спровоцировало скандал. Сотни жителей массива Яшлах Бахчисарайского района уже пять лет живут без воды. В чем причина? Внедрение бережливого производства на заводе «Залив» Керчи. Как это повлияет на судостроительство? Заменить окна в школах. С такой просьбой к Сергею Аксенову обратились директора общеобразовательных школ Роздольненского района в ходе совещания главы по проблемным вопросам. 90% окон, стекла собраны на скотч. С этого вопроса мне начинается каждое общешкольное собрание. Об этом я очень-очень прошу от лица своих детей, родителей. Глава Республики Крым Сергей Аксенов откликнулся на просьбу и поручил министру образования Крыма Наталье Гончаровой выехать в школы и составить список образовательных учреждений Роздольненского района, которые в первую очередь нуждаются в замене оконных стеклопакетов. Если действительно критичная ситуация, я сейчас поищу варианты, как выйти нам с положения. До пятницы будет решение по этому вопросу. Думаю, что найдем вариант вам помочь. Спасибо. Доходы бюджета Крыма выросли вдвое. Об этом на заседании общественного совета заявила министр финансов Ирина Кивяко. За первое полугодие 2019 года в бюджет поступило более 19 миллиардов рублей. Крым полностью готов и к реализации национальных проектов. Уже разработано 49 региональных программ. График формирования бюджета на 2020 год также на стадии разработки. Мы сейчас уже подготовили постановление правительства о планировании бюджета на 2021-2022 год. У нас в том числе будет новая бюджетная классификация, которая позволит еще более подробно раскрыть вплоть до 20-й цифры направления расходов и виды расходов. Сергей Аксенов провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Крым. На повестке дня было три вопроса. Это подготовка к началу учебного года, проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом и предстоящие выборы. У нас будут проходить массовые мероприятия. Вы знаете, лагерь Таврида будет в августе месяце. Там большое мероприятие, там больше 30 тысяч ожидается гостей. Поэтому ряд рабочих вопросов, по каждому из которых мы должны сформировать и выработать ряд мер и обозначить их в протокольном нашем решении. Керченский судостроительный завод «Залив» внедрил принцип бережливого производства и за три года планирует увеличить количество собранных кораблей на 30%. Предприятие стало одним из первых в регионе, где проводится эксперимент. Пока он распространился только на два цеха. Мой коллега Мухаммед Зекиряев расскажет о проекте, который поможет встать на новый этап в судостроительстве. Данный станок является станком с программным обеспечением, так называемый станок с ЧПУ, то бишь он гнет трубы. Заместитель директора, отвечающий за производство деталей на корабль Игорь Бирюк для сотрудников СМИ проводит экскурсию по цеху. Аргонная сварка здесь у нас производится ручным способом, путем аргоновой горелкой, присадкой соответственно. Перед тем, как приступить к работе, сотрудник цеха Игорь Рыхальский вычищает трубу от грязи. Это начало всей работы. Будущая деталь отвечает за пожарную безопасность корабля. Надо все равно прочистить, чтобы не застревало между стенкой трубы и дурном. Трубогибщик судовой Игорь Рыхальский уже больше 10 лет работает на заводе «Залив» на немецком оборудовании. Вот, допустим, эти станки. Там все вручную. Здесь все можно в автомате. Соответственно, набираешь программу, закладываешь по изометрии и станок выдает уже, сам гнет. Когда детали сделаны, идет сборка с помощью сварки. Это полуавтоматическая сварка. Я сейчас буду сваривать между собой звено системы трубопровода. Это нужно для балластировки и кренования корабля. То есть, чтобы судно стояло на уровне. Керченский завод был основан еще в 1938 году. Он строит военные корабли, сухогрузы. Площадь всего предприятия 140 гектаров. Экспортировать мы можем в любую страну мира. Другой вопрос, какая страна мира готова принять экспорт из Крыма. Мы с вами понимаем, о чем говорим. Поэтому есть определенные ограничения для тех стран, куда мы поставляем. Поэтому мы сегодня не будем, наверное, публично озвучивать страны, в которые мы поставляем продукцию. Но, скажу так, и Азия, и Африка, и любые страны, скажем так, бывшего СНГ сегодня готовы принимать нашу продукцию. На сегодняшний день завод насчитывает более 2000 человек. Профессиональных кадров здесь не хватает. На предприятии «Залив» решили открыть школу для обучения судостроителей. Да, мы понимаем, что у нас есть три основных прародителя Бережливого производства. Это «Тойота», это «Гастев», научная организация «Труда». Соответственно, мы базируемся на этих принципах. Безусловно, все инструменты и методики, которые мы запускаем, они применимы к любому предприятию. Не только к машиностроению, не только к конвейерному, но, безусловно, и к судостроению применимы. Первыми участниками национального проекта федеральная целевая компетенция стали предприятия «Крымхлеб» и завод «Залив». Этот проект является одним из наиболее приоритетных, ну, так скажем, для развития страны в целом. Поскольку повышение производительности на конкретном предприятии – это, естественно, повышение конкурентоспособности и повышение роста экономики в целом, как в регионе, так и в стране. Производительность труда и поддержка занятости – это продолжение проекта, который реализовался в 2017 году. Целью нацпроекта – ускорение роста производительности труда до 5% в год. Мухаммед Зекиряев, Герой Абдулаев, телеканал «Милет». Выборы должны быть честными и открытыми. Об этом заявил глава «Крыма» Сергей Аксенов на совместном заседании Общественной палаты республики. На предстоящих выборах будут баллотироваться сотни граждан. Будет идти борьба за депутатские места в Государственном совете и в органах местного самоуправления. На сайте Общественной палаты республики открыта онлайн-регистрация. Советы городов и районов уже начали оформлять своих наблюдателей. На носу выборы в Верховный совет республики Крым и в другие органы муниципальной власти. Задача, конечно, это в первую очередь провести их согласно законодательству Российской Федерации. Выборы должны быть проведены прозрачно полностью. Ни у кого не должно быть сомнений в результатах этих выборов. И совместно, конечно, с общественностью мы хотим организовать такую систему контроля, при которой ни у кого вопросов по итогам и по результатам не будет. На заседании также обсудили создание Координационного совета Общественной палаты. Подобная форма взаимодействия советов в России будет практиковаться впервые. Это станет неформальной площадкой. На этих ежеквартальных встречах будут решаться проблемы регионов Крыма. Что касается деятельности общественных советов на местах, по итогам первого полугодия всего инициировано и организовано 753 мероприятия, направленных на осуществление общественного контроля. То есть 151 заседание и 533 мероприятия проведены членами общественных советов при муниципальных образованиях Республики Крым. И 143 заседания и 220 мероприятий проведены членами общественных советов при исполнительных органах государственной власти. То есть этот показатель очень большой. Пять лет они живут без воды. Подключиться к сети водоснабжения не могут 70 домов, хотя ближайшие трубы расположены в 200 метрах в селе Тургеневка. Почему люди, чтобы выжить, вынуждены ежедневно покупать воду в магазине? Узнать причину выехал заместитель председателя Госкомнация. Вместе с ним отправилась и наш корреспондент Фатимисий Дометова. Рязани Матулаев живет на массиве Яшлах возле села Тургеневка Бахчисарайского района. Уже пять лет мучается без воды. Воду мы тоже хотели за свои деньги, пытались сбурить скважины. Пробурыли в холостую, воды скважины не вышло. Для технических нужд хозяин дома специально установил во дворе бочку, чтобы в нее стекала дождевая вода. Со всей крыши, все, что есть на территории, с дома, с навеса, с сарая, с крыши идет водосточка, собирается вот в эту бочку вода. И с этой дождевой водой мы пользуемся, поливаем, вот себе посадили 10-20 кустов помидор, малины и все. Питьевую воду Рязани Матулаев либо покупает, либо привозит от родителей из соседнего села. А чтобы привезли воду для бытовых нужд, приходится нанимать грузовую машину. Три тонны воды хватает нам дня на 4-5. 700 рублей, если договоришься за три тонны воды, то покупаешь. А нет и того больше. Покупать меньше не выходит. У Рязы и его жены Айше трое детей. Воды еле хватает на стирку и уборку дома. На массиве 70 домов, которые не могут подключиться к водопроводу. Хотя ближайшие трубы всего в 200 метрах от них. Нас нужно подключить к селу в первую очередь. Мы люди, мы тоже должны пользоваться водой. Час, два, вот сколько у людей в селе есть вода, пусть столько же будет у нас. К водопроводу Тургеневки подключиться можно, только там воды и так не хватает. Насколько знаю, что в селе Тургеневка недостаточное количество. То есть объем на жителей этого микрорайона не рассчитан. Поэтому проект обязательно нужно делать и проводить. По словам главы железнодорожненского сельского поселения, пока жители массива смогут пользоваться водой из дачного района. Там есть пять скважин, но сейчас они находятся в частной собственности. Сначала дали этому Редвану, да, в речное. Этот с речного человек продает, но при Украине не должно было продать. Они сделали неофициально мену, что мы доказали, что тоже невозможно было. Они сделали эту мену и человек один, собственник пяти скважин, а две тысячи людей сидит без воды. Местной власти удалось отсудить территорию и наложить на нее право сервитута. То есть местные жители смогут пользоваться чужим имуществом в ограниченном объеме. Сейчас собственник, вы думаете, это ему понравится? Он мне тогда говорил, что я засужу. А сейчас он пойдет в суд, пусть судится. Но пока у нас есть этот сервитут, мы должны быстро делать проектно-сметную документацию. С этой же проблемой жители обращались и к главе полуострова. Пришли к выводу, что работы относительно строительства сетей водоснабжения будут проводить силами ГУП РК «Вода Крыма». Когда именно начнутся работы, будет известно после итогового совещания с представителями Минжи КХ, руководством предприятия «Вода Крыма» администрации Бахчисарайского района. Его Альмар Мамбетов назначил на 5 августа. Фатимия Сидометова, Альдар Заитов, телеканал «Милет». Скандал в центре развития особенного ребенка. Воспитанники учреждения мешают жить соседям. По их словам, от них постоянный шум. Дошло до того, что жители улицы поставили ультиматум до 1 августа съехать из помещения. Родители особенных детей возмущены происходящим. Считают, что местные жители наговаривают, а детское учреждение не нарушает законы. Наоборот, там помогают их детям социализироваться. Тему продолжит Айша Шулакова. Вам мешает шум? Это же детки. Это же детки от белочки. Неужели они до 6? Да, я понимаю. Скандал на улице Фиалковая. Местные жители снова пришли ругаться в центре развития особенного ребенка. Им не нравятся крики и плач воспитанников учреждения. Не можешь выходить. Писают, ходят по кустам, по всем. Сюда, туда. Курят постоянно. Ей вообще окно забили, чтобы она не лезла. Такой абсурд ежедневно директор центра слушает от Тамары Олейниковой. Она и еще несколько других жителей требуют закрыть детское учреждение. Из деток берут грибут. И за каждый час берут денежки. А они денежки качают. А мы должны нюхать вот этот газ вонючий. И пыль. Центр находится в частном секторе. Работает 5 дней в неделю. Две группы по 6 человек. Здесь занимаются дети с синдромом Дауна, аутизма, ДЦП с нарушением психического и физического развития. Во-первых, центр работает только днем. Он не работает в ночное время, раннее утре. То есть здесь он работает с 8 до 6 вечера. Есть обеденный перерыв, когда дети тоже ложатся спать. Вот и сейчас мы с вами делаем запись. Дети находятся на площадке, их особо не слышно. Да, конечно, машины к нам подъезжают. Бывает, что 4 машины, 3-4 машины стоит возле нашего центра. Но это же не значит, что мы загазовали всю улицу. Тем более рядом оживленная трасса. По словам руководства центра, все началось с жалоб соседки слева. Ее дом примыкает к забору. Отсюда и претензии рассказывает хозяйка помещения Анифей Смаилова. Сейчас недовольные соседи поставили ультиматум работникам центра – съехать до конца месяца. Написали, что до 1 августа вы должны освободить, выехать отсюда. Такой ультиматум. Или будем обращаться в СМИ, прокуратуру. И подписали все. В доме имеется несколько человек, все они подписывают для численности. Даже подписаны с другой улицы, с улицы новаторов. Какое отношение те имеют сюда. Ну, я думаю, что это для численности, для количества. Я сказала, что вам денежку заплатили за то, чтобы вы тут их оставили. А вы нас мучаете. У нас 14 пенсионеров. Родители особенных детей недоумевают от происходящего. Они в целом довольны работой учреждения. Считают, что их дети тоже имеют право на жизнь, общение с другими детьми и помощь педагогов. Мне даже как матери непонятно, как могут такие детки кому-то мешать, раздражать. Смех или слезы, или что раздражать может людей. Никому эти дети не мешают. Дети под присмотром, дети организованы. Ими занимаются специалисты. У них разнообразная деятельность. Даша, воспитанница Центра развития особенного ребенка до трех лет, не могла говорить. У нее ДЦП. Благодаря занятиям со специалистами девочка научилась разговаривать. Общество наших детей не воспринимает. На площадке наших детей отвергают нормы типичных детей. Забирают, как будто мы какие-то прокаженные или заразные. Мы уже изолировались. То есть мы уже зашли в этот центр. И здесь нам вставляют палки в колеса, что наши дети не такие. Законность претензий соседей будут выяснять в прокуратуре. Родители надеются, что общество будет готово принять их детей. И они не останутся один на один со своей проблемой. Айши Шулакова, Магомед Нестуров, телеканал «Милет». Лучшие студенты со всей России стали участниками школы по информационной безопасности. Форум проходит в Ялте уже во второй раз. В этом году он собрал более 70 человек. В течение 9 дней они смогут получить уроки от лучших экспертов информационной области. Лекционные занятия, тренинги, мастер-классы и конкурсы. Программа летней школы насыщенная. Ее основатель – заведующий кафедры компьютерной инженерии и моделирования Крымского федерального университета Виктор Милюков. По его словам, сейчас крайне важно подготовить молодых преподавателей в этой дисциплине. То наибольшее количество здесь студентов из Крымского федерального университета. Потому что для Крыма информационная безопасность по-прежнему актуальна. Специалистов здесь практически еще не готовят. Только наш университет активно вторгается в эту область. Для этого нам очень важно подготовить молодых преподавателей в этой сфере. Лицензировать дальше направление подготовки по информационной безопасности. И двигаться вперед. Нет дорог и освещения. С такими проблемами жители массива вокзальной в поселке Гвардейской обратились к нам в редакцию. Они неоднократно обращались в различные инстанции. Однако безрезультатно. В ситуации разбиралась Айша Шулакова. Здесь невозможно ехать. Я два раза застревала зимой. Меня вытаскивали. Пробитые колеса и испорченная ходовая часть автомобиля. Даже опытные водители не всегда могут избежать таких поломок. Виной всему дорога, а точнее ее отсутствие по улице Амитхана Султана в поселке Гвардейская жалуется автоледи Светлана Слюсаренко. А вот ходовую буду делать. Вот сейчас купила только наконечники, рулевые тяги купила. Вот сейчас буду делать. Вот посмотрите, а разве тут не будет машина? Во-первых, поддон вообще отрывается постоянно. Рытвины до ухабы местами гравий. Ходить по такой так называемой дороге тяжело в любое время года. После обильных осадков улица и вовсе превращается в полноводную реку. Больше 20 лет мы здесь ходили в школу назад. Сейчас наши дети ходят и тоже так же месяц грязь. То есть за это все время, за 20 лет, даже больше 20 лет, ничего не изменилось. По бездорожью не то что на машине проехать, пешком пройти сложно. А ведь большая часть жителей улицы – пенсионеры и дети. Они жалуются, что часто спотыкаются об колдобины. Как лето начинается, каждый второй ребенок ходит с гипсом. Я боюсь, даже когда каникулы начинаются. Шла на ровной дороге секунд и поломала. И до меня еще двое бабушка. Езда на велосипеде – излюбленное занятие местных детей. Однако лишь самые смелые решаются проехать по местным ухабам. Мальчики, как вам дорога? Было плохо. Если бы был асфальт, было бы лучше. Колеса протекают. Здесь нет и уличного освещения. Годами чиновники кормят лишь обещаниями, жалуются местные жители. Ямы и кочки, ничего не видно, вы понимаете. Мы падаем, спотыкаемся. Мало того, и транспорт здесь изнашивается. Ремонт дороги будет, но нужно подождать, заверили в гвардейском поселковом совете. У нас ремонт ожидается. Пока на первом этапе будем отсыпать. Посмотрим, сможем ли мы это сделать в этом году. Планируется, уже торги прошли. Будет под асфальт улица Интернациональная и улица Вокзальная. И еще планируется под отсыпку щебнем еще 10 улиц по поселку. Это как минимум. Освещение всего массива Вокзальной предусмотрено на следующий год. Благоустройство поселка полностью планируют завершить в течение трех лет. Альша Шулакова, Асанзи Вадинов, телеканал «Миллет». На трассе Таврида изменилась схема движения на участке дороги от поселка Приморский до Белогорска. По информации Минтранса, это связано с ремонтом на участке, где будет укладываться еще один слой асфальтобетона. Изменения коснутся движения от поселка Приморский рядом с Феодосией и до Белогорска. Легковые машины смогут передвигаться по третьей и четвертой полосе Тавриды. Движение по первым двум будет прекращено. Грузовые машины свыше 12 тонн смогут проехать по старой дороге Феодосия-Белогорск-Симферополь. Ограничения продлятся минимум до 30 сентября. Страшное столкновение на встречной полосе ДТП произошло в Ленинском районе. Один из водителей неожиданно принял влево и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик с полуприцепом. Впоследствии, двигаясь по обочине, наехал на дорожное ограждение и чуть не сбил на обочине мужчину. В результате водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте до приезда машины скорой медицинской помощи. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, по факту ДТП проводится проверка. Туристический рекорд. С начала года в Крыму отдохнуло более 3 миллионов туристов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики. Из общего числа туристов 250 тысяч человек приехали из Украины. В министерстве отметили, что большая часть отдыхающих, около 60%, добрались до полуострова через Крымский мост. Загрузка санаториев и гостиниц в Крыму составляет 80%. В шести туристических регионах цифра превысила средний показатель. Речь идет о курортах Евпатории, Саках, Судаке, Алуште и Бахчисарае. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Милет. Хорошего вечера! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова